В одном из своих интервью о своем супруге Ирина Алферова сказала так «Добрый, сильный, безусловно, красивый, обаятельный и заботливый. В общем, настоящий мужчина». И ее слова действительно объективны. Когда Сергей Мартынов достиг вершины своей популярности, то считался одним из красивейших персон нашего кинематографа. В его фильмографии более 30 картин и множество ролей в озвучивании. До того, как он появился на широких экранах, его голос использовали при дублировании актеров из Средней Азии. Родился Сергей в 1952 году в небольшом поселке Ростовской области. Все детство и школьные годы провел в родных краях. Учился хорошо, участвовал в творческих постановках. После сдачи выпускных экзаменов отправился в Москву и сразу поступил в ОМГИК. Его дебютом в кино стала картина и на Тихом океане. Потом была кинодрама «Абитуриентка», где он сыграл пилота-штурмана. И эти фильмы в его карьере были лишь надежными ступеньками, которые только вели его к пьедесталу популярности. Всесоюзного успеха он добился, снявший в сказке «Царевич Проша» 1974 года. В ней он сыграл главную роль царского сына. Ну а после его, конечно, стали приглашать на съемки, и он с головой в них окунулся. Его послужной список пополнился такими картинами, как следуя своим курсам «Ларец Марии Медичи» «В небе ночные ведьмы» и «Нежданно-негаданно». Снимался он до начала 90-х. А потом, после десятилетнего перерыва, появился на экранах главной роли в мелодраме «Лиса Алиса». В новом веке он снялся всего в шести проектах. Что до личной жизни, то женат он был дважды. Его первой женой стала Ксения Прошутинская, которая приходилась двоюродной сестрой знаменитой телеведущей Киры Прошутинской. В этом союзе у него родилось двое детей – Настя и Сергей. К сожалению, брак долго не продержался, и после развода жена и дети уехали в Лондон. Мартынов часто навещал детей, летая в перерывах между съемками. Ну а второй женой актера стала знаменитая актриса Ирина Алферова. Они познакомились на съемках в Минске в 78-м. На тот момент Ирина была замужем за Александром Абдуловым. Их следующая встреча произошла лишь спустя 12 лет. Судьба свела их на съемках картины «Звезда шерифа», где они оба играли главные роли. В тот период Ирины были крайне напряженные, даже обреченные отношения с мужем. А Сергей и вовсе уже не состоял в браке. В одном из своих интервью Ирина призналась, что тогда Сергей ее очень сильно поддержал. Она вновь смогла себя почувствовать нужной и любимой. После съемок Мартынов даже нарисовал ее портрет, который до сих пор украшает одну из их комнат. Спустя несколько лет их счастливой жизни пришла весть о том, что первая жена Мартынова скончалась из-за ошибки врачей. Сергей тут же улетел в Лондон и вернулся назад уже вместе со своими детьми. Через два месяца пришло и еще одно потрясение – умерла сестра Ирины. Тогда она приняла решение забрать к себе племянника. Таким образом, в течение полугода звездная семья обзавелась и еще тремя детьми. А от первого брака у Алферовы была дочь Ксения, которая сейчас тоже известная актриса. Сейчас дети Сергея живут в Лондоне, там же они получили образование, а племянник Ирины занимает должность юриста. Мартынов и Алферова вместе уже 27 лет. Они счастливы находиться рядом, а в их семье царят взаимопонимание и доверие. В этом году актер отметил свое 70-летие. Они живут тихо, семейной жизнью, не встречаются с журналистами и не снимаются в фильмах. По словам Ирины, он отказывается от всех предложений, так как не находит для себя интересных сценариев. Ну а мы на этом прощаемся и ждем от вас комментариев. Помните ли вы актера Сергея Мартынова и что думаете по поводу его жизни и творчестве?